Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки субботнего ток-шоу. Были приглашены бывшие участники Рустам Солнцев и Ирина Александровна Гибалова. Тема ток-шоу «Женская логика». Обсуждали следующих ребят. Во-первых, Илью Кроткова, который внезапно стал мачо проекта. На него обратили внимание многие девушки Аня Малько, его бывшая подруга Ирина, Майя Донцова, но никому в чувствах он так и не признался. А сейчас Илья проводит время с Надей Соколовской. Пока все на танцах, мы с Надюхой сходим с ума, написал Илья. Также на ток-шоу обсудили пару Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко. Рапунцель заявила, что потратила на Диму 500 тысяч рублей. Все это время она платила за Диму, у него никогда не было своих денег. А до проекта Оля 4 года встречалась с мужчиной, который ей помогал во всем, в том числе и финансово. Это был мужчина со стержнем. Рапунцель расстраивается, что Дима не такой. Однако, если он купит ей те самые сережки, то она готова закрыть глаза на эти проблемы. Наталья Бичан жалуется на участников проекта, которые крайне недисциплинированы. Сумасшедший день, пишет Бичан. Приезжаю я на Дом 2, Аня ушла, кратков танцевать не может. Майя и Женя выходной взяли. Класс! Одни сюрпризы. Ольга Ветер жалуется, что не может найти себе друзей на проекте. Ее как будто преследует злой рок. Она сказала в видеотрансляции. Иной раз мне просто не хочется идти в общий дом. Как только я начинаю с кем-то сближаться, этот участник уходит. Смотрите сами. Дерябина, Мишина, Козловичи, Ванькина. Они помогали очень хорошо с Мишей и все ушли. Единственный, кто здесь неизменен и не собирается уходить, это Элла Трегубенко. Это в периметре единственный человек, с кем можно посидеть и поговорить. Настя Волынец рассказывает о своих отношениях с Богданом Бобриком. Мы снова вместе и стремимся к идеальным отношениям. Мы забыли друг другу все обиды. Коллектив нас поддержал и заселил в комнату Игоря и Эллочки. Дорогу молодым. В сети появились фотографии Марины Мексики до пластических операций. На них девушка не похожа сама на себя. Она выглядит не очень привлекательно и больше похожа на серую мышку, чем на красотку, которую привыкли мы видеть с экранов телевизоров. Она накачала себе губы и скулы и изменила форму носа. Карина Багдасар победила в конкурсе и выиграла свидание с женихами. Но никто из холостяков ей не нравится. Карина пишет. «На самом деле я очень расстроилась. Я поменяла мнение о парнях. Саша огорчил меня. Он распыляет свое внимание на девушек. Может поцеловать без обязательств каждую. Мне это не нравится. А Ваня открывается с другой стороны. Он добрый, хороший, но безумно любит волшебство и девушек. Я, короче говоря, запуталась». Татьяна Владимировна Африкантова погуляла со своими поклонниками на дне города Москвы. «Все проходило супер. Мы с ребятами погуляли отлично», – написала она. Андрей Черкасов провел вечер в кругу своей семьи. «Моя замечательная мама, любимые красавицы-сестренки, дядя, муж сестры и очаровашка-племянница. Наши встречи – это всегда праздник, душевные разговоры, улыбки и счастливые моменты». На ТНТ вышла программа «Перезагрузка» с мамой Женей Руднева. Людмила рассказала о своей нелегкой судьбе. Она дважды пережила развод, второй брак ее разрушился, когда ее супруг нашел себе другую женщину на 20 лет моложе. С тех пор прошло уже 7 лет, но Людмила даже не пытается снова устроить свою личную жизнь. Последней надеждой на счастливое будущее она считает свое участие в программе «Перезагрузка». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.